Массовые беспорядки в Лондоне. Жители района Хакни перекрыли одну из заживлённых улиц, требуя правосудия для полицейских, которых винят в гибели 20-летнего парня. В прибывших правоохранителей полетели камни и палки. Больше расскажет Алексей Пшемызкий. Акция против насилия, которая переросла в поджоги и стычки с полицией. Ещё вчера вечером несколько сотен человек перекрыли одну из заживлённых улиц, Кингсроуд, на северо-востоке Лондона. Это понравилось далеко не всем. Один водитель на грузовике попытался прорваться через баррикады из мусорных баков. В итоге машину полетели камни. Мешались полицейские. В ответ люди начали бросать в них палки и бутылки. Когда стемнело, в ход пошли коктейли Молотова и фейерверки. В результате полиция применила слезоточивый газ. Усмирить протестующих удалось лишь после полуночи. Несколько человек задержали. Также пострадали витрины, расположенных неподалёку магазинов. Поводом для гнева людей стала гибель 20-летнего местного жителя Рошана Чарльза. Прошлую субботу полицейские задержали его в одном из магазинов. Однако парню стало плохо. Его забрали на скорой в больницу, где он вскоре скончался. Причины смерти Рошана до сих пор не раскрывают. Полиции сообщили, что при задержании он что-то проглотил. По данным правоохранителей, молодой человек мог быть торговцем наркотиков. Побаиваясь, что протесты охватят и другие неблагополучные районы британской столицы, власти уже назначили независимое расследование. Однако пока это мало успокаивает людей. Уже неделю к магазину, где задержали Рошана, несут цветы. Тем временем на северо-востоке Лондона стягивают дополнительные наряды полиции. Сегодня вечером люди обещают снова выйти на улицы с коктейлями Молотова. Из Лондона Алексей Пшемыский, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер.